По данным регионального МЧС, на 26 августа зафиксированы очаги на территориях Тесхемского, Тоджинского, Пейхемского, Тандынского, Чедыхольского, Эрзинского, Кахемского, Цунхемчикского и Улухемского районов. На тушении задействованы 403 человека и 61 единица техники. Вместе с тувинскими пожарными борьбу со стихией ведут более 140 сотрудников обелесохраны Красноярского края, Иркутской и Томской областей и Республики Хакасия. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Тандинском районе, где в 5-километровой зоне находится один пожар на площади 270 гектар, на котором имеется угроза перехода на населенный пункт Сосновка. На тушение данного пожара привлечен один самолет Би-200 МЧС, силами которого осуществлен вчера 101 слив, сброшено 900 тонн воды. На данный момент угрозы населенному пункту нет. Всего привлечено 103 человека и 24 единицы техники. Из них для защиты населенного пункта от главного управления привлечено 64 человека и 15 единиц техники. На территории Тандинского района на сегодняшний день действуют 4 очага возгорания. До населенного пункта Марачевка 11 километров, до населенного пункта Кынвара 18. Угрозы населенным пунктам нет. Также пожар номер 109, который возле источника арболика, ахрана арболика. Там работают 8 аэропозарных служб федерального резерва города Томска и 18 человек ОПС, деснопозарные служащие. Это из Чудепольского района, из Тандинского, из Барухепчевского района собрана команда. По локализации пожара в населенном пункте Сосновки, по словам спасателей, возникают некоторые затруднения в связи с труднодоступностью местности. Вчера, позавчера отрабатывали самолетом, в связи с тем, что там старник и ельник, пожар выходил уже на верховую фазу открытого горения. Соответственно, самолетами верховой пожар и развитие пожара было заглушено. Заглушено. В связи с чем, сейчас там проводят мероприятия по локализации именно этого участка силовой группировки, аэромобильной группировки. По сей день местные власти и огнеборцы, в том числе и соседних регионов, а также неравнодушные жители Тувы, всеми силами продолжают борьбу с природной стихией. Добавим, что в этот период вводятся ограничения, включая полный запрет на посещение лесов, в том числе и сбор дикоросов. Пользуясь случаем, хочу напомнить, что на территории Республики Тува действует режим чрезвычайной ситуации в лесах, поэтому посещение гражданами, юридическими лицами, техники, посещение лесных массивов запрещено. Зачастую посетители леса – это заготовители кедрового ореха или заготовители древесины и просто отдыхающие разжигают костры и порой недотушивают. Поэтому могут возникнуть новые очаги возгорания лесных массивов. Штрафы с прошлого года были увеличены, поэтому при режиме ЧАЭС посещения лесов караются административной ответственностью в размере 40 тысяч рублей на гражданина. Сухая и жаркая погода, установившаяся в последнее время в Республике, способствует возникновению новых пожаров, подчеркнул глава региона в своих социальных сетях. Прорабатывается возможность использования в Туве самолёта Ан-26 «Циклон» для искусственного создания осадков. Такие самолёты для тушения лесных пожаров применяли в Якутии. Обстановка с лесными пожарами остаётся напряжённой. В течение прошлой недели нам удалось ликвидировать 19 очагов лесных возгораний в разных районах Тувы. Сказывается использование самолёта «Амфибии», «МЧС России» и «Профессиональные действия огнеборцев», группировку которых постоянно наращиваем. На днях к нам должны прибыть ещё 25 человек из Новосибирской области. Напомним, что постановлением регионального правительства от 17 августа этого года в Туве введён режим ЧС в лесах. Это значит, что действует полный запрет на посещение лесных массивов на территории региона с 20 августа по 9 сентября.